В Ханты-Мансийском районе установили стеллу на месте ушедшей в небытие деревни Заводные. В 70-е прошлого века малочисленное население перевезли и в другие деревни. Укрупнение колхозов стирало малонаселенные пункты с карты страны. Советское руководство считало такую политику рациональной. Спустя полвека выходцы из этой деревни и их потомки решили на месте своей малой родины выстроить мемориал. Они сами собрали деньги, добили всех разрешений. О незабытой деревне без адреса. Сюжет Павла Желтова. Все тебе мы клянемся, будем памяти этой постоянно верны. Уезжая, прощаясь, мы возьмем на прощание горстку, милой, любимой горстку нашей земли. Собственные стихи, посвящение родному краю, читает уроженка этих мест Людмила Сургутского. Читает людям, большинство из которых сегодня видит впервые, но знает, ее слушают. Потому что это стихи о малой родине каждого из собравшихся. Практически в чистом поле, в километрах от ближайших населенных пунктов, они собрались у стелы, которую сообща воздвигли на месте исчезнувшей деревни. Я здесь родилась, жила до 10 лет. У меня отец здесь был бригадиром, и его потом в Репалово. Здесь деревню, когда закрыли, его перевели в Репалово. Деревня Заводные появилась на берегу Иртыша в 10-х годах позапрошлого века. Началось все с нескольких хантыйских дворов. А через век здесь появился сельсовет, потом колхоз, где выращивали зерновые, занимались животноводством. Население выросло до 350 человек. В Великую Отечественную войну на фронт ушло около 70 жителей. Треть из них погибли на полях сражений. А вот сразу от озера, вот это бычье, и туда, в ту сторону. Эта деревня была. И мельница тут была. Только, правда, я маленько не заставил ее. Было... В общем, так-то... Деревня была нормальная. Деревня перестала существовать полвека назад из-за укрупнения колхоза. Большинство жителей переехало в соседние Батова и Тюли. Единым вдохновителем создания памятника стала Лариса Дмитриевна Куклина, которая родилась здесь в 1939 году. Забегая вперед, скажу, что заводчане договорились теперь встречаться на этом месте каждый год в первый день весны. Погода только помешала. А вообще удовлетворение. Что столько людей собралось. Потомки. Хорошие все люди. Я их знаю в основном всех. И поэтому я рада, что они приехали, собрались. Я считаю, что это вообще очень круто. Потому что вот есть на земле место, да, которому ты теперь можешь приехать, поклониться и сказать, да, вот здесь жили мои корни, да, мои предки здесь жили. И назвать это то место, откуда начинается родина. Заводные не единственная исчезнувшая деревня. Часто жители уходили в другие села после наводнений или каких-то других бедствий. Но больше всего число деревень на карте Югры проредил список так называемых неперспективных населенных пунктов. В нем почти сотня названий. Советские функционеры считали, что деревни с населением меньше 200 человек неэффективны. А потому их жители должны присоединяться к другим колхозам. Больше всего претендентов на закрытие было в Сургутском районе. Там в списке неперспективных значилось почти 30 деревень. В Ханты-Мансийском районе из списка в 16 наименований уцелела лишь ныне цветущая шапша. Та экономическая политика, которая началась в 1950 году в связи с постановлением об укроплении колхозов, она продолжалась и до 60-х и 70-х годов. Экономически это во многих случаях было оправдано, а во многих случаях и не оправдано. Справедливости ради стоит отметить, что в Югре деревни упраздняют и сейчас. Только происходит это по другим причинам. И лишь после того, как последний дом покинет последний житель. Впрочем, этот процесс не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило в прошлом веке. И хочется сказать спасибо людям, которые хранят память о своей малой родине, рассказывают о ней другим. Ведь именно они и пишут нашу историю. Историю многовековой Югры. Павел Желтов, Леонид Чемляков, Ильдар Муратов. Телерадиокомпания Югра. Специально для программы «Больше чем новости».